В Югре зарегистрировали уже 10 случаев кори. В этом году заболевшие были в Сургуте, Коголыме и Нижневартовске, советском районе. Большинство пациентов не были привиты от этого заболевания. В Роспотребнадзоре сообщают, что все случаи кори завозные. Сейчас в Югре проходит подчищающая иммунизация против инфекции. Добавлю, прививку против кори следует поставить взрослым, ранее не болевшим, непривитым или не имеющим сведения об иммунизации. Окружной Роспотребнадзор сообщает, что план иммунизации детей выполнен полностью, а вот взрослые привиты только на 68%. Доля мигрантов ниже всего 43%. В Югре тушат 7 пожаров. Все возгорания действуют на территории Кандинского района. Так, специалисты ликвидируют один ландшафтный пожар на площади 3 гектара, а также 6 лесных возгораний, действующих на общей площади в 51 гектар. Один пожар на площади 2 гектара уже локализован. К борьбе с огненной стихией привлечены работники региональной авиалесохраны, а также необходимая техника. Кроме того, в округе в постоянном режиме осуществляется авиапатрулирование. В тушении пожаров принимает участие 53 работника и 4 единицы техники. Сегодня план работы по авиации. 7 самолетов на патрулирование, 1 вертолет по обслуживанию лесных пожаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. На языке творца в Югре появится платформа по изучению языкового наследия северных народов ханты, манси и лесных ненцев. Идея IT-проекта под названием «Торум Аш Аш Латен» принадлежит Денису Вингелеву. Вместе с единомышленниками из мастерской «Узор мира» мансийский общественник разрабатывает приложение и программы для адаптации и сохранения национальной культуры коренных народов Югры в цифровой среде. Частью масштабного проекта является онлайн-переводчик мансийского языка. Над ним креативная команда трудилась 5 лет и в этом году приступила к его апробации в школах Березовского района, а также Институте народов Севера имени Герцена. Педагоги с энтузиазмом восприняли современный подход к изучению родной речи, а школьники и студенты скачивали приложение прямо во время презентации. Мы уже провели тестирование онлайн-перевода слов и озвучки. Сейчас в этом году мы будем проводить тестирование онлайн-перевода полных предложений и вводить дополнительную систему геймификации. Это, к примеру, задания, где нужно выбрать слово и соответствие картинки этого слова. Ну и другие подобные задания, которые будут в платформе и которые позволят обучиться языку, то есть пройти от новичка до профи. Отмечу, сегодня на территории округа живут более 19 тысяч представителей народа Аханты, почти 11 тысяч манси и около полутора тысяч лесных ненцев. Порейк с помощью цифровых технологий позволит сподвигнуть к изучению родного языка молодежи из числа коренных народов Севера. Делать это можно будет удаленно, в том числе в местах их традиционного проживания. Югорчане вышли на зарядку с чемпионом сегодня на спортивной площадке Югорского колледжа интерната Олимпийского резерва. Горожан собрал бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев. Возможность встретиться со знаменитыми спортсменами у любителей активного образа жизни появилась благодаря крауд-проекту Югра на пульсе. Его задача устроить перезагрузку спортивной жизни региона. Отмечу, что Никита Поршнев и Сергей Устюгов являются амбассадорами этого проекта. Весной югорчане предлагали мероприятия, в которых им было бы интересно принять участие. Одной из инициатив как раз была зарядка с чемпионом. Свои встречи уже провели Дмитрий Ярошенко, Сергей Турышев, Ольга Козыдуб и многие другие. Инициатива проводить зарядки с югорскими чемпионами пришла сотруднику колледжа интерната Олимпийского резерва Евгению Волохину. Инициативу у югорчанина поддержали. Отмечу, что к спортивной жизни Хантамансийская привлекает и участников студии весны. Звезды спорта собирают всех желающих на трех точках. Субтитры создавал DimaTorzok